Вы смотрите Информбюро, продолжаем выпуск. 270 тысяч детей Алма-Аты поедут в летние лагеря. Это почти 99%. При этом 35 тысяч детей из нуждающихся семей. 209 пришкольных и 20 загородных лагерей готовы обеспечить отдых. Сколько детей отдохнут в летних лагерях Казахстана? Наши корреспонденты расскажут, чем займутся наши дети на каникулах. На время каникул для 60 тысяч алма-атинских школьников предусмотрены секции, клубы, кружки, трудовые группы, экскурсии. Встречать юных натуралистов и активистов готовы и дворцы школьников. 14 тысяч детей проведут время с пользой в спортивных секциях, кружках технической и художественной самодеятельности, а также на занятиях шашками, шахматами, спортивных тренировках, по настольному теннису, боксу, борьбе, гимнастике и футболу. Большое внимание уделят и трудным подросткам, детям из малообеспеченных семей. Для них организована работа в дворовых клубах. В Алма-Атинской же области досугом займут 270 тысяч детей. Летом в 15 загородных лагерях отдыхают около 7 тысяч детей-подростков разных категорий. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родители, из малообеспеченных и многодетных семей. На эти цели из областного бюджета предусмотрено 518 миллионов 812 тысяч деньги. А сколько детей отдохнут в летних лагерях Акмолинской области? Айгерим, как у вас обстоят дела с помощью в досуге тем, кто не может себе позволить летний лагерь? Да, Жамал. Организация летнего отдыха для детей в нашем регионе уже стартовала. Всего в области обучаются более 130 тысяч школьников. Это с 1 по 10 классы. Из них около 19 тысяч учеников в первую очередь будут охвачены отдыхом в летний период. Это дети из социально уязвимых слоев населения. Загородный отдых организуют на базе 13 детских оздоровительных центров. 8 из них государственные и 5 частные. В течение лета в областных и республиканских загородных лагерях отдохнут более 12 тысяч акмолинских школьников. В течение лета запланирована работа порядка 47 малозатратных форм летнего отдыха детей с участием 1700 детей. Это краеведческие походы, экскурсии, палаточные, юрточные лагеря. За счет родительской оплаты отдохнут порядка 25 тысяч 600 детей. Таким образом, всеми формами оздоровления и отдыха будет охвачено 109 тысяч 900 детей. Также к 25-летию столицы будет организован выезд 50 детей из нуждающихся семей на экскурсию в столицу. Акмолинские ребятишки смогут уже в этом году посетить круглогодичный лагерь на базе центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации. Лагерь будет рассчитан на 100 мест в сезон. Людмила, есть ли в вашем регионе интересные места для проведения летних каникул? Да, Герим. Раньше в Караганинской области было намного больше летних загородных детских лагерей. На сегодня их осталось 10. 6 из них государственные. Пришкольные лагеря с питанием будут почти в 300 школах для 30 тысяч детей. 90 тысяч школьников смогут посещать профильные пришкольные площадки без питания. 500 детей из сельской местности поедут в загородный лагерь или в лагерь при Назарбаев университете за счет фонда «Казахстан-Халкена». Из особенностей этого года можно выделить то, что впервые пришкольные лагеря откроют при специнтернатах для детей с особыми образовательными потребностями. В такие лагеря смогут ходить 360 особенных детей. Ежегодно воспитанники детских домов 100% охвачиваются летним оздоровительным отдыхом. На сегодняшний день у нас 5 детских домов и 386 детей, сирот и детей, воспитывающихся в детских домах. 100% мы охватим детей из неблагополучных семей, детей, которые стоят на учетах во внутришкольном контроле и на учете в органах внутренних дел. Организацию летнего отдыха школьников чиновники от образования Карагандинской области называют ключевым моментом своей работы. Из бюджета на это выделили 223 миллиона тенге. Работа всех лагерей стартует с 5 июня. Людмила Батюшкина, Жамал Габдулина и Герембегенова. Информбюро. 31 канал.